Всем привет! Окно своими руками, почти без инструмента и тем более без станков. Окно без дерева и пластика, сделать которое сможет любой человек за полчаса. Для изготовления не требуется совсем никаких навыков. Окно, которое я считаю по праву, может поконкурировать за звание самого дешевого и простого в изготовлении окна в мире. В рамках проекта «Дом» с себестоимостью в 1 тысячу долларов США площадью аж 50 квадратных метров, что всего 1080 российских рублей, я уже изготовил 5 видов простых и очень простых и копеечных окон. И думал, что с ними уже подвязал достаточно. Но вдруг меня осенило. Остановиться не смог. Надеюсь, эта информация будет для многих очень полезна. Особенно в нынешних условиях, которые явно не сулят нам радужных, финансово благополучных перспектив в обозримом будущем. Размечаю будущее окно, которое я решил сделать ровно посредине стены, смотрящей на запад, под лестницей, ведущей на второй этаж. На выбранной высоте прошерстил горизонтальную линию. Окно будет небольшое. На нем хочу проверить метод в целом. Перезидж ждет серьезная борьба за личное благополучие. Поэтому предлагаю, не откладывая подписаться на канал Песни Яши Косяка, в этой ситуации нам, людям созидающим, лучше держаться вместе. А еще меня очень давно спрашивали, как в эти сверхбюджетные стены устанавливать окна. Вот сейчас и покажу. Нахожу центр между стойками каркаса. Использую готовый стеклопакет. На нем тоже нахожу центр. Совмещаю оба центра и отмечаю углы. Накидываю миллиметров по 7 на каждую сторону. И прочерчиваю прямоугольник, который за счет накинутых миллиметров получается немного больше размеров стеклопакета. Постоянным зрителям напоминаю, а новым сообщаю, что стены, которые заполняют пространство между стойками каркаса, состоят из экструдированного пенополистирола, на обе стороны которого нанесена штукатурная смесь с применением армирующей щелочистойкой штукатурной стеклосетки. Эту смесь используют для приклейки пенополистирольных и минераловатных плит к фасадам зданий и устройства на этих плитах армированного штукатурного слоя. Полученные таким способом стены превращаются в композитный материал, в котором работает эффект сэндвич-панели. Они достаточно прочны. При толщине пенополистирольной серцебины всего 3 см достигаются теплоизоляционные характеристики, как в стенах из деревянного бруса толщиной 15-20 см. Это я узнал из сравнительных таблиц, которых очень много в интернете. Для моего легкого дома с рекордно низким бюджетом, который строим в относительно несуровом белорусском климате, считаю это достаточным. Увеличивая толщину используемого пенополистирола, можно без проблем улучшить эти характеристики для климата любой суровости. Несмотря на легкость и кажущуюся непрочность стены, чтобы проделать вне отверстия под окно, приходится повозиться. Цемент, содержащий смеси, полную крепость набирают в течение 28 дней. Сейчас точность значительно лучше, чем первые дни после изготовления стен. Двухкамерный стеклопакет совсем на чуть-чуть тоньше стен моего дома. Почему при изготовлении этого окна я снова вернулся к использованию готового стеклопакета? Почти во всех вариантах сделанных ранее окон, кроме самого первого, стеклопакет изготавливал самостоятельно разными способами. Но такие варианты хороши, когда стекло добыто бесплатно. Либо за копейки, например, от старых, пришедших в негодность деревянных рам. Заметил следующую тенденцию. Если стекло приходится покупать, то нынче коммерсанты за него ломят какие-то нереальные бабки. Я думаю, это из-за того, что последние десятилетия люди практически перестали сами изготавливать окна и, соответственно, их стеклить, покупая готовые пластиковые сразу со стеклопакетами. И услуги стеклорезок теперь уже относятся к разряду эксклюзивных, редко востребованных услуг, что извинтило в них цены на стекло. А раньше стеклорезки были на каждом шагу. Я уже рассказывал, что если найти ближайшее производство стеклопакетов и попасть в его закрома, можно без проблем торговать как минимум за полцены, закосячены из-за ошибки в размерах готовые стеклопакеты, которые обойдутся дешевле покупных стекол. Вот так я добыл этот стеклопакет и зарезервировал еще десяток. Весна, лепота и весенние ямы на дорогах. В этом году у нас на Гомельщине с ямочным ремонтом не спешат совсем. Некоторые выбоины уже глубиной с пол колеса. На нашем постсоветском пространстве витает дух воссоздания СССР. Многочисленные дорожные ямы, возможно, первые признаки того, что что-то пошло не так. Стой! Да не бойся. Может, с разгона? Нет. А может, просто местные власти забили хрен на дороге. Еще понадобится совсем немножко монтажной пены, выбор которой пока еще достаточно велик. А в СССР был бы максимум один, который нужно еще и очень постараться достать. СССР был рай для бездельников, которые всегда могли оправдать свое бездействие отсутствием материалов. С обратной стороны временно прикрутил две рейки, чтобы стихлопакет не вывалился. Дальнейшие простейшие действия в комментариях не нуждаются. Для максимальной экономии купил маленький баллон монтажной пены. Но даже его может хватить на многие такие окна. Маленькие баллоны не встречал под профессиональный пистолет, к которому привык. И дозировать пену точно не получается. Явно переборщил. Дальше понадобятся любые рейки одинаковой толщины. В их качестве можно использовать и такие обрезки пластмассовых толков и обрезки кабель-канала. Я же буду использовать обрезки алюминиевых дистанционных планок от стеклопакетов, добытые за бесплатно там же, где и стеклопакет. Они имеют перфорацию, мелкие отверстия. Внутрь засыпается силикогель. Он хорошо свитывает воду и осушает воздух, поэтому стеклопакеты не потеют внутри. Практически алюминиевая фольга, но склеенная со стеклами образует достаточно прочную конструкцию. Технология, однако. Короче, нужны любые ровные рейки толщиной желаемой толщины будущих наличников. Вначале хотел приобрести готовые деревянные наличники и даже уже поехал за ними. Курс нашего белорусского рубля еще в феврале обвалился. Торгаши моментально подняли цены. Затем курс постепенно стал почти на прежнее место, а цены не опустились. Значит, дело точно не в курсе, а в хитрых торгашах. Представлял, как, скрипя сердце, буду за плохо сделанные деревянные наличники отдавать свои кровно заработанные и решил прибегнуть к почти бесплатному варианту. Кстати, в таком окне наличник носит чисто декоративный характер. Дело нашей привычки. Планки приклеил на двусторонний скотч. Наличники будут шириной по 7 сантиметров. Для более долгой службы стеклопакета желательно черную полоску по периметру предохранять от воздействия солнечного света. И наш наличник, изготавливаемый по ласточкиной технологии, будет ее скрывать. Замешиваю состав, который применял для изготовления стен. Кстати, должен подойти и плиточный клей. Его мы использовали для нанесения текстуры кирпича на стены дома и на наш объект типа Евросортир с буквами М и Жо, находящиеся в конце участка. А это полоски из обрезков штукатурной стеклосетки, примененные стены дома. Вначале, как мог, пытался максимально выровнять раствор, нанесенный между планками. Но смесь липкая и тягущая, поэтому применил метод прихлопывания, которым мы уже добивались абстрактного рельефа при декорировании под кирпичную кладку. Напомню, что наш уличный евротуалет выполнен из таких самодельных композитных стен, вообще без каркаса. Из тонких деревянных рейх, лишь дверная коробка и окантовка двери. Кстати, он отлично перезимовал. Вот подтверждающие это кадры. Перед зимой крышу покрыл слоем гидроизоляции. Приклеил металлический капельник и промазал гидроизоляцией нижний стык. Не возникло ни малейшей трещины. Стоит как вкопанный. Желающим покритиковать такие окна, напомню про использование стеклоблоков, которые укладываются вообще на раствор. Пространства, ими заполненные, тоже являются окнами. Такое остекление можно назвать безрамным. Это не ноу-хау, оно уже применяется в каркасном домостроении. Но при использовании стен данной конструкции расположение окон вовсе не обязательно увязывать со стойками каркаса, что значительно удобнее. Считают отличным вариантом быстрого получения глупого окна. Если не считать время на схватывание раствора наличников, то на такое окно понадобится всего полчаса вашего времени. Вокруг стеклопакета стена с сердцевиной из пенополистирола, которая, можно сказать, и выполняет роль рамы. Поэтому считают, что такое окно можно оправданно назвать окном из пенополистирола. Если же требуются открывающиеся окна, заглядывайте на YouTube-канал Песни Яши Косяка плейлист «Дом за 1000 долларов». Там найдете как минимум 4 очень простых способы изготовления открывающихся окон, тоже без применения станков и самых доступных материалов. Поэтому ставьте большой колпали вверх, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Дзен и ТикТок, ссылки под видео, также там ссылки на ролики о проекте «Дом за 1000 долларов». Жмите еще и на колокольчик, и тогда вас точно буду информировать. До вас царица мир во всем мире. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова